Кристаллы удивительнейшее творение природы. Со времен седой старины они привлекали внимание человека многообразием форм и цвета, необыкновенной твердостью, чистотой и прозрачностью. Изучением кристаллов занимались еще древнегреческие философы и математики. В средние века ученые измеряли углы между гранями кристаллов и пытались теоретически обобщать результаты. Все четче вырисовывалась классификация кристаллических форм. Оказалось, что их бесконечное разнообразие сводится к нескольким основным группам. Но что стоит за этой геометрической четкостью формы? Три столетия назад Ньютон писал. Нельзя ли предположить, что при образовании кристаллов частицы устанавливаются в строй и ряды, застывая в правильных фигурах? В конце прошлого века выдающийся русский ученый Федоров заложил основы теории внутреннего строения кристаллов. Опыты подтвердили, что частицы вещества, располагаясь в определенном порядке, образуют кристаллическую решетку. В решетке можно выделить наименьшую часть, сохраняющую все свойства кристалла. Это элементарная ячейка. Рассмотрим на примере хлорида натрия, некоторые явления взаимодействия узлов кристаллической решетки. Силы взаимного притяжения и отталкивания удерживают частицы на определенном расстоянии друг от друга. Радиусы действия этих сил называются эффективными радиусами. Энергия кристаллической решетки измеряется работой, затраченной на разрушение связей между узлами решетки. Поэтому при растворении многих веществ, температура понижается. При кристаллизации вещества, процесс протекает в обратном направлении с выделением энергии. Силы, связывающие атомы в кристаллах разных веществ, существенно разнятся между собой. Отсюда и разная твердость кристаллов. Атомы углерода, кремния, германия, складываются в кристаллические решетки, образуя общие электронные пары. Благодаря им создаются прочные ковалентные или атомные связи. Такие кристаллы характеризуются тугоплавкостью, нелетучестью и высокой твердостью. Наиболее яркий представитель этой группы — алмаз. Он легко режет самые твердые материалы. Противоположными свойствами обладают вещества с молекулярным типом кристаллической решетки. Им свойственна низкая температура плавления и летучесть. Если подогревать кристаллы йода, то видно, как, минуя жидкое состояние, образуется фиолетовый газ. Такой тип решетки характеризуется слабыми межмолекулярными связями. Примером может служить лед. Его полярные молекулы располагаются так, чтобы одноименные заряды были на возможно большем удалении. В жидкой фазе этому мешает тепловое движение. Однако с понижением температуры порядок восстанавливается. Образуется кристаллическая решетка. Такова ее структура на молекулярном уровне. Молекулярный тип кристаллической решетки могут также образовывать неполярные частицы с очень слабыми дисперсионными силами взаимодействия. Кристаллы с молекулярным типом кристаллической решетки являются изоляторами. К металлам относится весьма обширная группа химических элементов. Разнообразные свойства металлов широко используются в практической деятельности человека. Рассмотрим внутреннее строение металлов, которое и определяет их главные свойства. Кристаллическая решетка металлов состоит из положительно заряженных ионов и свободных электронов. Между ними происходит постоянный обменный процесс. Благодаря множеству свободных электронов, под влиянием даже небольшой разности потенциалов, начинается их направленное движение. Атомы в кристаллах металлов укладываются по типу гексагональной либо кубической упаковок. Пластичность, ковкость металлов, способность их приобретать всевозможные формы объясняется легкостью скольжения одних слоев ионов относительно других. Металлы и сплавы поликристалличны. Их свойства однородны во всех направлениях. Монокристаллы меняют свойства в зависимости от выбранного направления. Для них характерна анизотропность. Например, прочность стержня, вырезанного из кристалла в разных направлениях, не одинакова. Это объясняется различным количеством связей внутри кристаллической решетки. Кристаллы слюды прекрасно иллюстрируют такое различие прочности. Если же наблюдать предмет сквозь разные грани кристалла исландского шпата, обнаруживаются и различия оптических свойств. До сих пор мы рассматривали кристаллы на основе модели идеальной кристаллической решетки. Но в природе идеальных кристаллов не бывает. Под воздействием непрерывно изменяющихся внешних условий искажается не только форма кристаллов, но и их внутренняя структура. Нарушается порядок в кристаллической решетке. Дефекты в решетке кристалла придают ему новые, зачастую неожиданные свойства. Эти свойства зависят от типа дефектов. Это может быть внедрение чужеродных частиц. Когда частицы под воздействием тепловой энергии покидают свое место, образуя вакансии, и движутся в междоузлиях решетки, мы говорим о наличии точечных дефектов по Френкелю. Другой вид точечных дефектов состоит в том, что, покидая равновесное положение, катионы и анионы постепенно перемещаются на поверхность кристалла. Происходит достройка кристаллической решетки. Как и в предыдущем случае, освободившиеся места в узлах решетки образуют вакансии. При этом происходит искажение кристаллической решетки. Это дефекты пашотки. При деформациях и росте кристалла в нем образуется цепочка дефектов, так называемая дислокация. Она охватывает многие плоскости кристалла и может перемещаться на одно межатомное расстояние. Простейший вид дислокации – краевой. Другой вид – винтовая дислокация. Сдвиги в кристаллах часто происходят по нескольким плоскостям. Перемещающиеся дислокации пересекаются. В результате могут меняться их конфигурации. Сложнейшие винтовые дислокации могут разнообразно взаимодействовать с краевыми дислокациями. При этом зарождаются новые дислокации. Таков механизм размножения дислокаций при пластической деформации. Если на пути движения дислокации встречаются разного рода препятствия, происходит торможение и выгибание линии дислокации. Под действием линейного натяжения дислокация восстанавливается и, оставив вокруг частиц петли, продолжает движение. На протравленном кристалле под микроскопом можно наблюдать всевозможные виды дефектов. Высокая концентрация линейных и точечных дефектов упрочняет материалы. На этом основана закалка металлов. Нагревание способствует заражению и движению дислокаций. Резкое охлаждение фиксирует этот процесс. Точечные дефекты тоже меняют свойства кристалла. В решетке хлорида натрия имеются катионные и анионные вакансии. При нагревании кристалла в парах натрия на его поверхности образуются положительно заряженные ионы и свободные электроны. Электроны, захваченные анионными вакансиями, образуют F-центры. При освещении электроны освобождаются и обеспечивают N-проводимость. Катионные вакансии являются центрами кулоновских полей отрицательного заряда. Между соседними узлами решетки под влиянием этих полей начинается перераспределение связей. Возникает свободный электронный уровень, который передается от одного катиона к другому. Это так называемая положительная дырка. Такой кристалл обладает дырочной или P-проводимостью. Дырка, захваченная катионной вакансией, называется V-центром. Кристаллы. Без них немыслим научно-технический прогресс. Их требуется все больше и больше с самыми разнообразными свойствами. Их по-прежнему выращивают в лабораторных колбах и получают в сложных промышленных установках. В радиотехнике, электронике, автоматике требуются монокристаллы совершенного строения высочайшей химической частоты. Метод зонной плавки позволяет получать монокристаллы Германия и других материалов. Такие же чистые монокристаллы вытягиваются из расплава по методу Чахральского. Для получения совершенных кристаллических структур предпочтительны малые скорости. Некоторые монокристаллы выращиваются годами. Рубин не только ювелирное украшение, рубин сердце лазера. Монокристаллы рубина тоже получают промышленным методом. Даже алмазы создает современная техника. О таком не могли мечтать даже средневековые алхимики. И хотя продукцию этого робота лучше рассматривать под микроскопом, ценность искусственных алмазов не меньше природных. Эти кристаллики заменяют целую гору абразивных кругов. А какой высокий класс обработки! Им нипочем любые самые твердые сплавы и материалы. В этой машине нет электромотора. его заменил пьезокристалл. Удельная мощность двигателя выросла во много раз. На основе такого же кристалла работает трансформатор для ионизатора воздуха. Из этих кристалликов будут собраны тысячи миниатюрных полупроводниковых приборов, которые надежно послужат человеку на Земле и в космосе. таковы кристаллы сегодня. Что принесут они нам завтра? «Музыка» «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok